Раар пишет, что вы думаете о версии СССР специально развалили, чтобы скинуть ответственность себя по обеспечению жизнедеятельности граждан и для возрождения совка в новом формате СНГ. Ну, дорогой Раар, это конспирологическая теория тех, кто был ответственен за СССР, там, и Горбачев, и его оппоненты Крючков, Ядаев, там, все, они делали все возможное, чтобы сохранить СССР. Я вам более того скажу, оппозиция тогдашняя делала все возможное, чтобы сохранить СССР. Но это был такой колос на глиняных ногах, попытка его улучшить, сохранить, там, неуклюжая попытка и тех, и других, и третьих. Вот она привела к тому, что он просто развалился, у всех на глазах, и никто не попытался, когда начался этот развал, никто не попытался его сохранить. Относительно конспирологии, тут еще Юлита Кирова задавала похожий вопрос, как рождаются конспирологические теории, но они создаются, создаются вот эти записки северских мудрецов. Неожиданно тут я прочел, оказывается, скопцы, религиозная секта, они считали это чуть ли не главным своим религиозным. Значит, они были созданы охранкой. Охранка наняла специалистов, и в первые годы советской власти это расследовалось, было понято, как это было, как это появилось. Была борьба с охранкой, а потом, там, НКВД, ВЧК, по разным причинам решили использовать это. И КГБ продвигало эти записки северских мудрецов в дорогую всем палестинскую автономию, и все конспирологические теории о мировом правительстве, которые борются за этих ужасных жидов, вот, у них много, этих теорий. Иллюминаты, которые пытаются восстановить мировое правительство, там есть немного правды. Вот, скажем, во времена Трампа там произошла некоторая консолидация глобалистов, то, что Трамп назвал Deep State, глубинное государство, некоторое соглашение. Но такого рода соглашения, они долго не существуют, там, по разным причинам. Вот, и произошла консолидация средств массовой информации, началась пропаганда, и пропаганда невозможна, когда есть хотя бы одно, ну, несколько средств массовой информации, которые транслируют правду. А не большинство, не 95%. Вот. Это в каждом случае можно дойти интересанта, того, кто заинтересован был. КГБ очень любило этот инструмент, теория заговора. Очень любило. И вот эта теория заговора, в соответствии с которой распался Советский Союз, и ЦРУ, там, Даллас, там, я не помню, кто еще, сидели, планировали, как бы, развалить этот Советский Союз. Для них это ужас был. Они не хотели распада Советского Союза, он был им выгоден. И когда это произошло, я уж не говорю о том, что многие люди потеряли работу. Вот. Так что осторожнее относитесь к теориям заговора. Спасибо. Спасибо.